Поэтому сейчас я хочу помолиться, и, дорогой Господь, слава Тебе и хвала, благодарность Тебе за этот день, спасибо Тебе за всех, кто к нам присоединился, Господь, спасибо Тебе за то, что есть этот курс, за то, что получилось всё подготовить, Господь. Мы просим, чтобы Ты открывался нам по-особенному в Своих именах, Господь. Пожалуйста, покажи нам, какой Ты есть и как нам жить в повседневной жизни, Господь, с этим знанием и с этим пониманием, Господь. Прошу, касайся сердец каждого, кто сейчас здесь, Господь, и кто будет смотреть потом эту запись во имя Твое. Аминь. А что, друзья, пожалуйста, если у вас всё видно, если у вас всё слышно, реагируйте, потому что сегодня я буду очень рада, если вы будете активно участвовать. Достаточно много вопросов, много возможностей тоже быть, и знаете, как можно слушать со стороны, что кто-то рассказывает, но намного лучше, когда мы сами разбираем, когда мы сами копаемся, когда мы участвуем. Это намного лучше нас, так скажем, активизирует и намного лучше мы запоминаем. Да, не видно презентации, почему? Потому что я запустила пока пустой экран, для того, чтобы вы не видели сразу всех правильных ответов. Для тех, кто уже был, и, возможно, для тех, кто первый раз, будет интересно вспомнить. Давайте мы немножечко вспомним, о чём мы говорили раньше, потому что имён уже очень много, немножечко уже так всё перемешалось в голове. И вот первое, что бы хотела спросить. Друзья, кто помнит, кто такой Иегова Рафа? Как переводится это имя? Это Бог-целитель. Да, спасибо. Да, спасибо, Люси. Это действительно наш Бог-целитель. Мы немножечко сейчас вспомним, да, Господь-целитель, Иегова Рафа. Хорошо, друзья, а кто помнит, почему люди вообще болеют? Почему болеют даже те, кто с Богом? Мы говорили, что болеют как верующие, так и неверующие. Какая же причина может быть болезней? Это может быть наши грехи, грехи других людей. Намерения известны только Богу и ради Его славы. Да, да, действительно, Миленочка, всё правильно. Вот сразу видно, что ты записывала и всё так сразу помнишь. Спасибо тебе большое. Действительно, мы рассмотрели такие случаи, это самые чаще, которые мы видим в Библии. Хотя можно ещё, наверное, глубже рассматривать эту тему. Но мы понимаем, что верующие люди также могут болеть, верующие люди также могут страдать. И Бог, ну при этом, Он может нас исцелять. Поэтому, ну, следующий вопрос, может ли Бог исцелять? Ну, думаю же, логично мы понимаем, что да, Господь, Он может исцелять. Почему? Потому что Он Господь-целитель. И вот не просто так здесь появилась картинка, мы обсуждали этот момент в прошлый раз. И вот такой вопрос, какую смертельную болезнь исцеляет Бог? Помните, мы говорили, что есть какая-то особая смертельная болезнь, которую исцеляет именно Иисус Христос, в которой написано, что ранами Его мы исцелились. От чего мы исцелились ранами Христа, друзья? От греха. От греха, да, спасибо большое. Действительно, мы исцелены от болезни греха. И вот ещё буквально мы говорили о том, что есть у нас Дух, Душа и Тело. И Господь-целитель, Он лечит как тело, мы видим множество примеров, когда Иисус исцелял людей, как нашу душу, наши эмоции, наши страхи, наши какие-то переживания. Господь может приходить, давать нам мир, давать нам успокоение от каких-то психотравм. Также Господь может нас лечить. И также у нас есть Дух. И вот главная болезнь Духа всех людей — это болезнь греха, потому что мы все греховно, скажем так, заражены из самого рождения ещё. И вот Иисус Христос ранами своими вознёс наш грех на древо, да, и поэтому мы там исцелились, если мы принимаем это исцеление. Потому что мы можем от него отказаться и продолжать дальше болеть. Но мы знаем, к чему ведёт, да. Мы говорили о том, что наш грех, он ведёт к смерти, поэтому это и есть смертельная духовная болезнь. Хорошо, друзья, это было одно имя, которое мы разбирали. На прошлом занятии мы всегда разбираем по два имени. Вот, и вот второе имя, которое мы разбирали, это было имя Иегова Ниси. Друзья, кто помнит, как переводится, что означает имя Иегова Ниси? Господь знамя Марио. Спасибо, Люсия. Действительно, Господь знамя моё. И, казалось бы, такое странное название, как это Господь, да ещё и знамя, причём тут знамя Господу. Мы разбирали очень интересную историю. Хотелось бы спросить, друзья, с кем верующий борется всю жизнь на земле? С плотью. Да, с плотью. Действительно, у нас всю жизнь верующий борется со своей плотью до конца своих дней здесь на земле, потому что внутренне мы исцелены, у нас другой дух, но живём мы ещё в грешной плоти. Эта борьба между духом и плотью, она продолжается каждый день в нашей жизни. И вот будем мы побеждать плоть или нет? Вы просто в опыт, каким знаменем мы ходим. Своими силами мы пытаемся преодолеть или с Божьей помощью? Друзья, а к чему вообще ведёт плоть людей? К чему она приводит в итоге, если человек следует за плотью? К смерти. Да, спасибо, девчонки. Действительно, она ведёт к смерти. Наша плоть, она ведёт нас к смерти. Мы смотрели, какие дела плоти. Их очень много, они перечислены все в Библии. Ещё такой вопрос, друзья. Как смог Израиль победить войско Амалика? Помните, мы говорили, что Амалик — это проброс плоти. Мы говорили, что это внук, да? Внук — это Исава, который продал своё первородство за похлёбку, который с 7-минутным наслаждением продал благословение Бога. И вот этот вот внук, он сражался с Израилем. Это был первый враг Израиля. И вот как смог Израиль победить Амалика? Кто помнит историю? Ну, когда... Сейчас. Когда Моисей держал в руке жезл, и подняты были руки, тогда побеждал Израиль. А когда опускал руки, то тогда выигрывал Амалик. Да, действительно, спасибо тебе большое. Да, смотрите, этот народ, когда Моисей поднимал руки, чем это было символом? Это было символом того, что он находится, этот народ, под знаменем Бога. То есть они надеялись на Бога, они доверяли Богу, они простирали свои руки, они не надеялись на свои силы, на свою армию. Нет, они доверяли Богу и шли под Его именем в эту борьбу. Помните, мы говорили, что брань у Господа против Амалика из рода в род, брань у Бога против плоти, плоти нашей из рода в род. То есть в вечности Бог всегда против плоти, Он борется с ней. Смотрите, это не наша война, это война Бога. Но наша задача Ему доверять, и тогда Господь с Его помощью мы сможем победить в этой битве. Хорошо, друзья. Спасибо большое за то, что вы вспомнили вместе со мной. Надеюсь, так чуть-чуть Миша, например, не записывает. Надеюсь, Миша смог вспомнить, да, о чем мы говорили. Но сегодня у нас два тоже новых потрясающих имени. И вот одно из них, первое, это Иегова Мекадишкем, Господь Освящающий. Удивительное имя, оно имеет практическое применение в нашей жизни, как и все остальные имена. И вот сегодня мы будем как раз о нем говорить. Давайте посмотрим, друзья. Вопросы, на которые мы сегодня будем искать ответ. Вообще, что такое святость, то есть как нам ее понимать? Кто является святым и можно ли им стать? Потому что мы часто слышим «святые, святые, святой». Мы это слышим в разных религиях. И вот как с точки зрения Библии, кто такой святой? Можно ли быть святыми? Нужно ли нам быть святыми? Освящает ли нас Бог? И как Он освящает людей? Каких людей Он освящает? И мы сегодня затронем вопрос субботы. Вы, наверное, слышали, что есть такие люди-субботники. И что раньше у Израиля был закон субботы. И сейчас мы узнаем, при чем тут к этой теме суббота. Но мы поднимем такие вопросы, и они являются очень актуальными на самом деле и насущными нам на сегодняшний день. Друзья, я бы хотела у вас спросить, а как вы вообще понимаете, что такое святость? Вот для вас. Мы еще не поговорили на эту тему, но просто интересно. Как вы понимаете слово «святость»? Кто такой святой? Ага, Инна, отделенная от греха. Спасибо большое от отделенной от греха. Да, действительно, мы будем об этом говорить. Спасибо. Друзья, есть еще какие-то понимания? Кто такой святой? Ну, когда в твое сердце входит Бог, то тогда ты освящаешься. Хорошо. Спасибо, Милена. Спасибо, друзья. Ну что, давайте тогда смотреть, что же говорит нам Библия, разбирать. Итак, кто такой святой? Мне бы хотелось привести метафору, наверное, привести такой пример, на котором мы могли бы легко запомнить, вот как понимать святость. Кто такой святой? Мы будем еще дальше раскрывать это понятие, но пока давайте возьмем Солнце вот как метафору, как пример. Давайте подумаем, какое наше Солнце. Ну, в Солнечной системе оно уникально, нет подобного другого Солнца, да, вот там, где мы живем, в нашей Солнечной системе. Нет другого похожего, оно уникально, оно особено. Оно очень сильное, да, то есть Солнце, оно мощное, оно имеет под себе внутри большую энергию, оно очень чистое, большое, оно имеет в себе источник жизни. Наверняка, кто там помнит еще со школы или кто может проходит в школе, что Солнце, да, оно действительно для нас источник жизни. Солнечный свет, энергия, которое нам дает, тепло, которое нам дает. Бог создал это светило. Но вот представим, что сейчас вот Солнце — это источник жизни, и вот святое, оно тоже имеет в себе источник жизни. Там, где есть святость, там нет греха. Вот здесь, Инна очень правильно, спасибо, подметила, что святость — это отсутствие греха. Там, где нет греха, там будет свято, там будет чисто. Это какая-то моральная чистота. Ну, обычно люди понимают, что святое — это тот, кто морально чистый. И вот какие мы взяли такие вот примеры, и давайте теперь немножечко расширять свой кругозор и будем думать дальше. Вот хорошо, есть у нас такое чистое Солнце, но мы понимаем, что, да, что Бог святой, и мы можем как Солнце, вот как Бог, да, что наш Бог, он как оно Солнце, он уникален, он очень сильный. В Боге источник жизни. Помните, Иегова, Господь Сущий, Яхве, он имеет в себе источник жизни, которым он создал весь этот мир. В Боге нет никакого греха, он морально чист, абсолютно чист. Но давайте идти дальше. Хорошо, допустим, у нас есть Солнце, которое святое, или вот Бог, который свят. Но мы знаем, что само по себе Солнце, оно распространяет лучи дальше, да, то есть есть определённое расстояние, на которое распространяется вот этот свет от Солнца. Так и Божья святость, она может распространяться, её может быть много, да. То есть, вы видите, область вокруг Солнца, ну или вокруг Бога, она также свята. Там, где есть Божье присутствие, Божьи вот эти вот лучики. И ну давайте посмотрим, вспомним самое начало Библии и как вообще изначально было. Вы помните, что в Эдемском саду был святой Бог и создано им творение. Помните, когда Бог создал эту землю, Бог создал это всё творение, не было никакого греха. Грех ещё не вошёл в мир, и всё вокруг, оно освещалось Божьими вот этими вот лучами. Божье присутствие было здесь на земле. Потому что сейчас Божье царство, оно отделено от земли, оно находится отдельно от земли. А когда-то земля и Божье царство, оно было одним целым. И вот раньше вот первые люди, Адам и Ева, они действительно, они были в этом Божьем присутствии, в этом особом Божьем присутствии. Но потом мы знаем, Библия нам рассказывает, что они отвернулись от Бога, они не захотели быть с Ним. А мы знаем, что там, где нет Бога, там грех, там нет этой святости, там нет этой чистоты. И что происходит? Люди согрешили, они не послушались Бога, они пошли за дьяволом, они осквернились. Эти чистые люди, которые были святыми, они ведь когда были созданы, они были без греха и порока, но они выбрали грех. И после этого они уже не были святы, они потеряли свою святость. Что происходит дальше, друзья? Грешные люди, они не могут находиться в Божьем присутствии. Когда они согрешили, Бог их изгнал из Эдемского сада. Откуда Он их изгнал? Из своего присутствия, по факту. То есть им нужно было уйти, грешные люди не могут находиться там, где Бог. И вот мы видим тоже такая очень картинка классная, да, что когда грешный человек приближается к Солнцу или вот что-либо, когда пытается приблизиться к Солнцу, что будет делать Солнце? У него такая большая энергия, такая большая мощь, что оно буквально уничтожит. Если вот какой-то космический корабль подлетит, то он не сможет подлететь очень близко к Солнцу. Почему? Потому что он просто сгорит. Он сгорит от вот этого, от этой мощной энергии. Так же самое с Солнцем. Люди, они не могут подходить близко к Богу. Они не могут быть с Богом, вот как иметь, вот один на один быть как бы в Боге, да, когда согрешили. Почему? Потому что Божья святость, она не потерпит этого. Божья святость, она как раз упьёт вот этого человека, этот грех. И мы можем вспомнить такие истории, когда Моисей и вот куст, который горел, да, Бог сказал ему, что сделать? Сними свои обувь. И вот там, где место, где ты стоишь, оно свято. Да, то есть он был в этом Божьем присутствии, он падал на колени. Множество примеров, когда люди, они не могли смотреть на Божью святость. Они закрывались, потому что они говорили, я могу умереть, мне страшно здесь находиться, потому что Божья святость, она такая великая, а я такой грешник. Хорошо, друзья. Тоже хотелось бы, может быть, ещё вернусь, сказать. Помните, когда дальше Бог работал уже с Израилем, создавались храмы. Вот было место святое святых. И вот в этом святое святых опитал Бог, вот посреди своего народа, посреди Израиля. И в это место мог входить священник после определённых там обрядов, когда он умывался, когда приносили жертвы. И то он туда заходил, и если он что-то выполнил не так, он мог умереть. Это не потому, что Бог жестокий, это не потому, что Бог какой-то плохой. Нет, просто там такая Божья святость, что если человек входит туда чем-то омрачённый, чем-то грязный, то он может сразу же на месте умереть. Поэтому Бог предупреждал людей об этом. Это вот какая характеристика, знаете, такой Божьей святости. Давайте посмотрим, как же освящался Израиль. То есть Бог это всё увидел, люди уже отвернулись, люди ушли от Бога. Но было ли это угодно Богу? Бог ведь изначально хотел быть вместе со своим народом. Бог ведь изначально создал людей для того, чтобы обитать вместе с ними, для того, чтобы иметь близкие отношения, чтобы общаться со своим народом. И когда люди отвернулись, Бог не отвернулся от людей. Он выбрал для себя народ. Он заключил завет. Помните, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он заключил завет с Авраамом. И от Израиля пошёл, а вот от Исаака пошёл большой народ, который называется Израиль. И этот народ выбрал Бог для себя. Он его отделил из всех других народов для себя. И вот эти грешные люди, но отделённые для Бога, Бог начал производить с ними какую-то работу. Вот эта вот работа, эта работа называется освящение. Бог освящал свой народ для того, чтобы он мог обитать и как изначально было запланировано быть среди своих людей. Как же это происходило? Давайте будем смотреть в Священное Писание, Библию. Моисей поднялся на гору, чтобы встретиться с Богом. И Бог обратился к нему на горе, говоря, «Скажи израильскому народу, великому семейству Иакова, итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом, каким? Святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть, смотрите, Бог уже производит свою работу. Помните, я всегда очень хочу, чтобы мы работали с текстом, чтобы мы не просто читали, но мы учились задавать вопросы и отвечать на них. Поэтому это вот в исходе 19 главе записано. Друзья, какие условия освящения? Я попрошу вас быть активными. И вот, пожалуйста, кто видит, кто может, отвечайте. Кто вот сейчас видит текст и может сказать, какие были условия освящения израильского народа? Можете включить микрофончик и ответить. Нужно слушаться Господа и соблюдать заповедь. Хорошо, спасибо, Милена. Да, действительно, послушание голоса Бога и соблюдение завета, то есть того закона, который Бог дал им. Давайте смотрим дальше. Какой результат? Ну, я уже немножечко сказала, что какой в итоге ждал результат народ? Что этот народ, он будет святой, это будет царство священников, это будет особый народ, который вот Божьим уделом, да, то есть что множество народов уже было на земле, их было огромное множество, но Бог сказал, слушайтесь моего голоса, соблюдайте мои заветы, я вас избрал, я вас делаю своим уделом, то есть я вас отделю от всех остальных народов, я вас особым образом выделю. Если вы будете слушаться и соблюдать мои заветы, заветы, да? Хорошо, давайте смотреть дальше, что происходит дальше у нас. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, что Бог повелел сказать, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, сделай субботний день своим особым днём, а если кто считает субботний день таким же днём, как остальные, он должен быть предан смерти, и всякий, кто работает по субботам, должен быть изгнан из среды своего народа. Для работы есть другие шесть дней, седьмой же день, особый день отдыха, день священный для Господа, и всякий, кто работает в субботу, должен быть предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил и покоился. Друзья, кто внимательно читает Библию, кто знает, те понимают, что люди приносили жертву, омывая свой грех для того, чтобы они могли приходить в Божье присутствие. Но мы сейчас говорим не о жертвах, которые они приносили за грех, но о повелении Бога хранить субботу. Что такое была суббота, мы посмотрим дальше. И опять-таки, давайте мы пока вспоминаем, что это касается Израиля и Ветхого Завета. Мы чуть позже будем говорить, что относительно церкви. Давайте отвечать на вопросы. Друзья, кто освящает? Что мы видим из текста? Будьте внимательны. Кто является тем, кто освящает? Люди сами себя освящают? Их освящает суббота или кто их освящает? Это очень важно, друзья. Кто может ответить? Господь. Да, Господь. Спасибо, Милен. Друзья, вы со мной? Так хотелось бы тоже еще кого-то услышать. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, отвечайте. Очень важно, когда мы сами работаем с текстом и мы ищем ответы. Да, вот я выделила «Я Господь, освящающий вас». Смотрите, не дела, не сама суббота их освящает. Не то, что они делают, освящают, но освящает Господь, потому что они Ему послушны. «Я Господь, освящающий вас». Иегова Мекадишкем. Помните, мы говорили, что так называется? Хорошо, с помощью чего освящает Бог? Ну, давайте я тут уже расскажу, что с помощью субботы, да? То есть суббота — это как инструмент. То есть Бог говорит «Сделай субботний день своим особым днем». Это Божье повеление. Бог так избрал, Бог так захотел, но Он сказал «Соблюдай субботу, будь мне послушен, и я тебя буду освящать». Хорошо, как Бог освящает? Ну вот, конкретно, какая характеристика Божьего освящения этого народа? Смотрите, это отношение завета. Это не просто вот Бог осветил, Бог не осветил. Нет. Помните, завет, он вечный. И вот тут написано, что это завет вечный между Богом и между Израилем. То есть из рода в род этот завет, он должен продолжать исполняться. То есть люди исполняют, соблюдают субботу, Бог их освящает. Это их завет между друг другом. Насколько всё серьёзно, друзья. Но если вы внимательно меня слушали, если вы внимательно смотрите сейчас на текст, то вы понимаете, здесь не один раз вспоминается, что это вопрос жизни и смерти. То есть на тот момент, если ты не соблюдаешь Божьего закона, ты должен быть предан смерти. Почему? Потому что Бог святой, Он выбрал этот народ, Он находится среди своего народа. И вот те, кто идут против Божьей святости, те, кто не хотят быть святы, как Он, помните, как в лучах этого солнца, такие люди, они просто погибают. Они не могут выдерживать Божью святость. Эти люди, они предаются смерти. Ну, нам кажется, жестоко, но это были те времена и такие условия этого мира. Потому что это Ветхий Завет. Хорошо. Хотелось бы сделать такую небольшую ремарочку. Освящать, выделять святой, вот эти вот слова, они имеют один корень в греческом и еврейском текстах. Мы знаем, что на древнегреческом это написан Новый Завет, точнее, на греческом, на древнееврейском написан Ветхий Завет. И вот и там, и там встречается вот это вот слово «освящать», «выделять святой». И все они имеют одинаковый корень у них. То есть это по факту говорится об одном и том же. То есть освящение — это то же самое, что выделение. То есть как взят отдельный народ какой-то, Бог выделил народ, Бог отделил его для себя, Бог сделал его святым. То есть «дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Мы это уже читали, да, в Исход 31 главе. То есть Иегово, Микодишкем — это первое место, где Бог открывается с таким именем. Помните, мы идём по порядку, да, в том порядке, в котором Бог открывает свои имена в Библии, в Священном Писании. И вот каждое, оно не просто так, оно имеет какой-то смысл. Почему Бог раньше не открылся под таким именем? Но вот в этом месте Бог открылся под этим именем, когда даёт им закон, когда даёт им устав. Он сказал «Я Господь, освящающий вас». До каких пор Бог будет освящать свой народ? Друзья, кто был внимательен? Бог будет освящать народ до тех пор, пока он не вымрет, или до тех пор, пока не пройдёт там 10 царств каких-нибудь. До каких пор Бог освящает свой народ? Кто может ответить? Постоянно. Постоянно. Да, действительно, постоянно. И не просто постоянно, но ещё даже больше, да. Это вечный завет, смотрите, это в вечности. Он навсегда отделил для себя этот народ, даже несмотря на то, будет он соблюдать или не будет он соблюдать, но Бог уже заключил с ними завет, и Он сам гарант этого завета. То есть, но ответственность поколений народа, передавать этот завет из уст в уста, для того, чтобы каждое следующее поколение, оно соблюдало Божий закон, чтобы оно соблюдало субботу. Хорошо. Что следует за несоблюдение завета с Богом? Мы уже говорили, наказание. То есть, когда мы непослушны, Бог наказывает. И вот наказание конкретно Израиля, это была смерть. То есть, ты не слушаешься, окей, ты будешь наказан. Это твой выбор. Хорошо. Также такая небольшая ещё ремарочка. Смотрите, суббота в тот момент это было свидетельство для окружающих народов. Мы знаем, что окружающие народы, все остальные, которые не были взяты Богом в удел, они поклонялись идолам. У каждого был какой-то свой Бог, каждый поклонялся, приносил жертвы, жертвы какие-то, ещё что-то, да? То есть, но смотрите, ни у одного из тех народов не было выделено особого дня для поклонения Богу. Да, они все поклонялись, но Бог сказал, я хочу, чтобы вы выделили отдельный день, когда вы ничего не будете делать, но вы будете находиться в моём присутствии, вы будете чтить меня, вы будете находиться в спокойствии, в тишине. Да, то есть суббота — это был день поклонения только Богу. Это был внешний показатель святости Израиля для других народов. То есть другие народы такие смотрели на Израиль, и ого, у них есть целый день, они целый день посвящают своему Богу. Смотрите, ведь в этот день нельзя было ни собирать рыбу, ни рыбачить, ни вспахивать поля, ничего нельзя было делать. А если этого нельзя делать, значит, люди могли потерять какой-то свой прибыток. Таким образом, они показывали Богу своё доверие, что, Господь, мы знаем, что то, что Ты нам даёшь, — это Тебя, и мы один день в неделю посвящаем Тебе. Мне это очень напоминает как десятину, да? Бог нам даёт какие-то финансы, и мы, посвящая Богу десятую часть, мы говорим, Господь, мы доверяем Тебе, что Ты дал мне это, и я благодарен Тебе за это. Также здесь Бог дал им семь дней для того, чтобы они могли работать, чтобы зарабатывать то, что им нужно, на хлеб, на пропитание. Но они целый день не работали, но они находились в тишине и спокойствии для того, чтобы пребывать со своим Богом. Хорошо, какая же вообще цель святости? Для чего быть святыми? Старайтесь жить в мире со всеми, старайтесь жить без греха, ибо без святости что? Никто не увидит Бога. Смотрите, без святости невозможно увидеть Бога. Никаким образом. И мы можем вспомнить, да, что когда ещё Адам и Ева, они были святы, они находились в Божьем присутствии, и тот, кто свят, только тот может лицезреть Бога. Хорошо, могли ли израильтяне выбирать, быть им святыми или нет? То есть был ли у них выбор? Ну вот хочу, буду святым, хочу, не буду святым. Но что мы видим, что говорится в Библии? Вот есть народ, есть Израиль, есть Бог. Смотрите, святость — это не был выбор Израиля, израильтян, это было Божье требование. То есть они принадлежали Богу. И Бог не сказал, ну окей, вы мне принадлежите, но если хотите, вы можете как бы делать что угодно. Нет, Бог сказал, вы мои, я вас для себя делил, и вы должны быть святы. Мы уже говорили, да, чтобы быть в Божьем присутствии. Поэтому святость — это не было выбором. Я вам скажу, что святость и сейчас — это не выбор. Это Божье требование. Мы не можем быть христианами, и при этом мы не можем быть грешными, не святыми. Почему? Потому что это Божьи требования. Если мы святы, только тогда Бог может обитать в нас. Только тогда мы можем быть с Богом и быть в Его присутствии. Но мы чуть-чуть позже об этом будем говорить. Итак, друзья, традиция субботы — это было постоянное напоминание Израиля. То есть они каждую неделю, представляете, они вспоминали, что? Они — род избранный, они — царственное священство, они — народ святой, люди, взятые в удел. То есть они каждую неделю они вспоминали о том, что Бог сделал для них, и какими Он их сделал, что Он их осветил, что Он их избрал, что они не просто какие-то там народы, и они могут поклоняться Ваалам, Астартам или ещё кому-то. Хотя мы видим в Библии, что они отворачивались от Бога не один раз, но Бог продолжал поворачиваться к ним, и Он продолжал хранить свой завет с ними. Какая ответственность тех, кто освящается? Какая же ответственность таких людей? Давайте посмотрим. Они должны слушать глаз Бога, да, мы это уже видели в тексте Писания. Они должны быть послушны. Это не выбор. Это не так «хочу слушаю, хочу не слушаю». Как очень часто даже сейчас люди, ну, хотят, читают Библию, хотят, не читают Библию, но при этом называют себя христианами. Нет. Это наша ответственность — слушать глаз Бога, слушать то, что Он нам говорит, соблюдать завет Божий. Ну, это конкретно к Израилю. То есть, да, у нас есть сейчас новые заповеди, у нас новый завет, есть две заповеди в Новом Завете, но конкретно для Израиля они должны были соблюдать Божий завет. И это был не выбор, это была их ответственность. Они должны были соблюдать субботу, как святой день. Также они должны были иметь такое состояние удовлетворения делами Божьими, совершенными для этого дня. То есть, это был день благодарения Богу. Это был день возможности находиться в Его присутствии, и им нужно было быть довольными. То есть, мы тебе, Господь, благодарны, и мы вот день не будем работать, но мы будем с тобой, Господь. Мы не будем в какой-то суете, в каких-то проблемах, Бог, мы не будем делать какие-то разборки, но нет, мы будем с тобой, Господь, потому что мы довольны тем, что у нас есть. Смотрите, суббота — это был день, когда они анализировали всё, что Бог им дал, и они были благодарны Ему за это. Друзья, а есть ли у нас такое состояние сердца, когда мы Богу благодарны, когда мы анализируем, что Бог нам дал? Хорошо, да, вот день анализа того, что Бог сделал лично для тебя. Это был праздник, это было состояние праздника, да, каждую неделю был праздник, где они испытывали удовольствие Божьего сердца, где они были с Богом. Хорошо, друзья, давайте пойдём дальше. А, также, тоже это был день, где уделялось внимание Бога по знанию. Вот это вот очень важный момент. Именно в этот день они по-особенному узнавали Бога. И я думаю, это важно запомнить, потому что мы ещё будем об этом говорить. Ну что, друзья, мы поговорили про Израиль, посмотрели тексты из Библии, но как же происходит освящение Церкви, то есть Новый Завет, ведь мы не относимся к Израилю, мы относимся конкретно уже в Церкви. И как Бог освящает нас, какая у нас ответственность? Давайте же посмотрим, что говорит об этом Библия. «Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, принеся своё тело в жертву раз и навсегда. Каждый день священники встают, исполняют свои обряды и предлагают одни и те же жертвы изо дня в день, и жертвы эти не могут снять с них грехов. Он же, Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Очень классный текст, здесь можно очень много разбирать. Давайте немножечко поразбираем его, посмотрим, это вот Евреям 10 глава, давайте посмотрим, что здесь происходит. Друзья, прошу, пожалуйста, включайте микрофончики, будьте активны, я буду очень рада. Кто инициатор нашего освящения, а кто исполнитель? Что мы видим? Кто инициатор освящения, а кто исполнил это освящение? Да, друзья, кто может ответить из текста? Можете ещё раз перечитать. Будьте внимательны, когда читаю, потому что я всегда потом стараюсь спрашивать по тексту, чтобы мы все вместе размышляли. Кто инициатор освящения? Кто изначально захотел, чтобы было это освящение Божьего народа? А кто исполнил это освящение? Как вы видите? Инициатор — Бог, а исполнитель — Иисус. Да, супер, спасибо большое. Хорошо, действительно, Бог Иисус. Вот я подчеркнула, что по Божьей воле Иисус, Он принёс себя в жертву. Да, то есть Иисус, Он знал, что какая воля Бога. И Он просто исполнил то, что Бог Ему повелел. И таким образом, Бог хотел, чтобы мы были освящены. Не то, что мы захотели быть святыми, но нет, Бог — это Божья инициатива. Хорошо, с помощью чего мы освящаемся? Ну и тут уже, думаю, очень понятно, что единократная жертва Христа, смотрите, это была жертва, которая принесена единожды. Смотрите, с греческого переводится как жертва, как дар. Это вот приношение — это жертва и дар. Смотрите, Бог принёс жертву Иисус на кресте, но это был дар, это дар нам. А дар, Он обычно что? За что-то мы покупаем дар. Можем ли мы купить дар? Нет, не можем. Дар дарят просто так. Дар — это вот подарок, не за какие-то заслуги, не за какие-то правильные или плохие вещи. Нет, это подарок. Мы не заслужили того, что Иисус Христос принёс свою жертву за нас. И смотрите, это было единократно. Если раньше люди должны были там каждую неделю, каждый день убивать этих овечек, этих агнцев, да, для того, чтобы смывать свои грехи, то жертва Иисуса Христа, она один раз была принесена, и она омыла грехи всех. И до, и тех, кто был до Христа, и тех, кто после Христа. Смотрите, во все времена. Хорошо. Какими же людьми стали эти освящаемые, то есть те, кто приняли эту жертву Бога? Они стали совершенными, то есть они стали как в полноте. То есть Иисус Христос, Бог, Он сделал нас навсегда совершенными, то есть тех, кто освящается. Какой срок действия? Смотрите, может ли истечь срок действия Божьего, того, что делает Бог? Может ли там, как у нас на продуктах написано, там срок действия истекает тогда-то? Но мы знаем, что нет, Бог говорит навсегда. Бог, Он вечен, и Он может оперировать только такими понятиями. Господь говорит, что навсегда, навсегда с греческого, это навеки, это постоянно, это вечно, это не имеет конца, друзья. Это такое большое благословение и такое большое кладезь в Слове Божьем. Хорошо, давайте смотреть дальше. О, мне так нравится эта аналогия, так хотела вам это показать. Смотрите, вот помните, мы проводили такую метафору, как солнце, да? И вот это вот солнце, это Бог. И вот есть человек. Солнце, как Бог, Бог, Он святой, Он великий, Он особый, Он чистый. А человек, мы знаем, Он запятнанный грехом. И вот смотрите, когда это солнце, оно светит на Бога, то чем ближе будет пытаться человек быть к Богу, он будет, ну вот как в Ветхом Завете такие люди умирали. И сейчас человек, который сам по себе пытается приблизиться к Богу, не сможет своими делами, своими усилиями, какой-то там кармой, еще какими-то моментами. То, что мы видим в других религиях, нет, это невозможно, Библия нам не говорит об этом. И поэтому, вот этот Святой Бог, Он смотрит на человека, и Он видит черного человека. Божья святость, она видит грех в человеке, она не видит там ничего хорошего. Написано, что мы все, мы все согрешили, мы все лишены славы Божьей. Но, что происходит дальше? Друзья, будьте внимательны, давайте посмотрим. Но между нами и Божьей святостью, между нами посерединке становится Иисус Христос. Мы будем дальше считать, что Он примирил нас с Богом. И вот смотрите, теперь Бог, если мы вот так смотрим, от Солнца к человеку, у нас стоит посередине Иисус Христос. Он как бы, теперь Бог на нас смотрит через призму Иисуса Христа. И какими мы становимся, друзья? Мы становимся святыми. Вот этот момент освящения нас, вот это вот единократное освящение, это момент освящения на кресте Иисуса. Теперь, когда на нас смотрит Бог, если вы приняли Иисуса в своё сердце, если вы посвятили Ему свою жизнь, то вы святы. И теперь Бог на вас смотрит, как на святого человека. Бог теперь на вас смотрит через призму Иисуса Христа. Смотрите, убрать Христа из этой картины, и вы опять становитесь грешным чёрным человеком. А мы знаем, что грех Он приведёт к смерти. Но когда за нас заступается Иисус Христос, тогда Бог на нас смотрит уже другими глазами, Божья святость на нас другими глазами. И тогда мы можем находиться в Божьем присутствии. По-другому никак. Это знаете, как у меня есть неверующие, которые говорят, ну вот, Бог не отвечает на молитвы, вот Бог, вот если я сейчас помолюсь, вот Бог же не сделает, там вот прямо сейчас, не знаю, не пойдёт дождь с неба, или ещё какие-то такие вещи. Вот Бог меня не слышит, Бога нет на самом деле. Но, друзья, этот человек не принял Бога в своё сердце. Разве будет Бог слышать такого человека? Разве будет он… Может ли такой человек находиться в Божьем присутствии, переживать Божье присутствие, если он грешен? Нет, мы видим, что нет. Хорошо, давайте пойдём дальше, посмотрим. Что говорит Иисус уже в Новом Завете? «Не молю, чтобы ты, чтобы Господь взял их из мира». То есть мир — это вот тот мир, в котором мы живём, этот грешный мир имеется в виду. Но о чём молит Иисус? «Чтобы сохранил их от зла». То есть в этом мире есть зло. Иисус просит, чтобы Бог сохранил нас от зла. Они не от мира. Смотрите, вот эти вот освящаемые люди, те, кто освящены, написано, «мы уже не от мира сего». Это значит о том, что мы уже не принадлежим этому грешному миру. Мы уже не от этого мира, как и Христос, не от мира. Сказано, «Как и я не от мира сего». Освяти их истиной Твоей. Слово Твоё есть истина. Друзья, к сожалению, я не могу углубиться в этом курсе очень глубоко во все места Писания, во всех именах. И очень многие моменты я сегодня, к сожалению, опущу, потому что освящаемость есть тоже, есть единократная, есть, которая продолжается, есть, которая каждый день происходит. Есть разные типы, их тоже разделяет, но мы сегодня не будем об этом говорить. Но мы знаем, что есть жертва, когда мы освящаемся Христом. И смотрите, как мы ещё освящаемся. Что мы здесь видим? Посредством чего происходит ещё наше освящение, как верующих, из этого текста? Кто видит чем? Кто может ответить? Посредством чего мы ещё освящаемся? Чтением Слова. Да, спасибо. Действительно, Милен. Истинное Божье, Его Словом. Смотрите, разве может человек, который верующий, который, казалось бы, верующий, но говорить, что «да, что мне-то Библия, я и так уже её прочитал, мне уже, в принципе, неинтересно, уже много раз слушал Библию». Нет. Написано, что мы, наш процесс освящения, он продолжается здесь, на земле, и он продолжается посредством Словом Бога. Поэтому мы должны изучать Писание, мы должны читать Писание, мы должны в него углубляться. Это наша ответственность как перед Богом, мы за это ответственны. Понимаете, ведь как наше отношение к Писанию показывает наше отношение к Богу. Потому что написано, что Бог — это и есть Слово, вот Иисус — это воплощение Божьего Слова. Хорошо, какая ответственность Божьих детей? Это познавать Бога. Мы должны всегда познавать Бога, мы должны всегда освящаться, мы всегда должны стремиться узнать Бога как можно больше. Я очень рада, что вы на этом курсе, и что вы действительно стремитесь к этому. Давайте посмотрим дальше. Ибо воля Божья, какая воля Божья? Есть освящение ваше. Смотрите, воля Божья, чтобы мы были святы, чтобы вы воздерживались от чего? От блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. Что такое свой сосуд, друзья? Свой сосуд — это наше тело, да? То есть мы имеем сосуд, в котором мы живём на земле, это наше тело. В чём мы должны соблюдать наше тело? В святости и чести, а не в страсти похотения, похоть, да? Помните, похоть от плоти идёт, как и язычники. Язычники — это те, кто не верует в Бога, это те, кто поклоняются идолам. То есть язычники, они находятся в страсти похотения. Но наше тело, наш сосуд не должен быть таким. Так делают незнающие Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Друзья, в чём воля Бога? Я уже сказала, да? Это наше освящение. Мы уже говорили, что это отделение для него. Смотрите, Бог хочет, чтобы каждый, чтобы ты, чтобы именно ты был отделён для Бога. Бог хочет, чтобы ты был вместе с Ним. Он не хочет тебя потерять. Он не хочет, чтобы ты погубился в этом мире. Он не хочет, чтобы ты предавался страсти похотения, чтобы ты был как язычник, чтобы ты был как незнающий Бога. Но Бог хочет тебя освящать. Он тебя освятил когда-то на кресте жертвой Иисуса, и Он хочет освящать тебя каждый день посредством своего слова. Да? Поэтому, если ты не читаешь слово, ты не освящаешься. Но Бог нас призывает, Бог призвал нас к святости. Отделение чего? Ну, уже мы говорили, да, отделение греха. Мы помним, мы либо с Богом, тогда мы святы, либо мы со грехом, тогда мы не святы. У нас нет посерединки, мы не можем быть там половинка туда, половинка туда. Нет, ты либо с Богом, либо нет. И вот конкретно даже сейчас, когда ты это слушаешь, ты сейчас, ты либо с Богом, ты либо свят, либо ты с грехом, и ты не свят. Это, на самом деле, это очень важные вопросы. И помните, насколько важный вопрос? Это вопрос жизни и смерти, друзья. Хорошо, какая причина нашей святости? Причина нашей святости — это Божье призвание. Не потому что мы хорошие, не потому что мы что-то там делаем или не делаем, не потому что мы просто делаем хорошие дела, и мы просто хорошие люди. Нет, потому что Бог нас призвал, и Бог призывает и тебя сейчас, чтобы ты не просто свою христианскую жизнь проводил в суете, в какой-то, в отдалении от Бога. Да, ты можешь быть как бы свят тем, что Христос тебя осветил, но ты не продолжаешь этот путь освящения, и ты где-то далеко от Бога, ты не изучаешь Его Слово, ты не углубляешься, но Бог призывает, чтобы мы были в Его Слове. Хорошо, что ещё говорится в Писании? «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш Дух, и Душа, и Тело во всей целости да сохранятся без порока». Друзья, без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Кто нас освящает? Нас освящает опять, мы видим, Господь нас освящает. Что освящается? А вот это тоже новый момент, мы что-то новое узнали, да? Освящается Дух, Душа и Тело во всей полноте. Освящается не только наша Душа, или не только наш Дух, но и Тело. Ведь мы знаем, что мы очень такие падки, да? Наша плоть, она падка на то, чтобы на какие-то грехи, на сексуальные грехи, на какие-то грехи плотские, там, обжорства, ещё какие-то такие вот вещи, да? Там что-то украсть пойти, или глаз смотрит куда-то не туда наш. И вот наша плоть, она вот хочет этого всего. Но когда мы пребываем в Слове, когда мы освящаемся, когда Бог нас освящает, то освящается и наше тело, друзья, и наше тело становится святым, и Дух, и Душа. Что такое святой? Это отделённый от греха, отделённый для Бога, не для себя. Ещё очень классное место, наверняка многие женщины его знают, очень любят, и особенно важно знать это мужчинам. Что говорится? Мужья, Бог говорит мужам, «Любите жен ваших, как Христос возлюбил Церковь». Как Он возлюбил Церковь? Христос отдал Себя за неё в жертву. Друзья, если вы будущий муж, или любящая будущая жена, или вы сейчас муж и жена, то Библия говорит, что Христос так любит свою Церковь, что она дал жертву Себя. И муж должен быть готова дать себя в жертву за свою жену. Хорошо, для чего, чтобы осветить её? Смотрите, Христос принёс жертву, чтобы осветить кого? Церковь чем? И для церкови не место себе, как сияющую, безупречную, без всякого изъяна, дабы она была святая, непорочна. Друзья, вот какая должна быть Церковь. Это вот то, к чему мы должны стремиться. Но сами мы не сможем этого достичь. Почему Христос отдал Себя в жертву? Ну мы видим, да? Из-за любви. Потому что Он возлюбил. Он любит нас, друзья. И Он любит каждого. Он любит и тебя. Посредством чего? Посредством Слова Божьего. Да, мы освящаемся. И Он освящает. Хорошо, для чего мы очищаемся? Для чего нам нужно очищение? Чтобы не было изъяна, чтобы мы были святы и непорочны, когда придёт Христос. Да, ведь все верующие на самом деле чего они ожидают? Они ожидают Божьего прихода, второго пришествия Иисуса Христа. И вот когда придёт Христос, Он не придёт за отдельным человеком. Он не придёт просто за хорошим человеком, который в душе, в сердце, где-то глубоко верит в Бога. Нет, Бог придёт за своей невестой, за Церковью. Поэтому мы должны быть частью Церкви, частью Церкви Христовой. И мы должны вместе с Церковью освящаться, для того, чтобы быть чистой, непорочной, святой. Когда Христос придёт, чтобы Он увидел именно такую невесту. Да, то есть какая наша ответственность касательно нас, каждого из нас? Смотрите, что говорит Библия? Первое Петра, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Смотрите, нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них саделались причастниками Божеского естества, то есть Божественной сущности. Сейчас разберём. Удалившись от господствующего в мире расстреления похоти. Что происходит? Нам нужно удаляться от господствующего в мире греха. Ну, немножечко перефразировала, да? Нам нужна наша ответственность удаляться, наша ответственность — сбежать от греха, как от огня. Если глаза не туда смотрят, если рука не туда тянется, если просто мысли какие-то не такие, убегать, удаляться от этого. Нам нельзя к этому приближаться. Наша ответственность — убегать от греха. Наша ответственность какая дальше? Старайтесь жить в мире со всеми. Старайтесь жить без греха, ибо без святости никто не увидит Бога, написанного в евреях. Стараться иметь мир со всеми. Нам не нужно быть теми, кто раздоры привносит, нам не нужно быть теми людьми, которые начинают спорить, которые начинают ругаться, которые, не знаю, начинают что-то плохое делать или говорить, сплетничать. Нет, мы не должны быть такими людьми. Сказано, нам нужно стараться иметь мир со всеми, быть в хороших взаимоотношениях. Нам нужно бороться со своей плотью за то, чтобы отделиться от зла. Помните, это всё борьба, как с Амаликом, да? Борьба с нашей плотью, с прошлого урока. И победить мы сможем только с помощью кого? Только с помощью Бога, Иегова Ниси, Господа знамя, да, Бог наше знамя. Только под Его предводительством мы можем победить эту битву над грехом, над нашей плотью. По-другому мы будем каждый раз наступать на одни и те же грабли. Хорошо, друзья. Такие вот интересные вопросы уже под конец. Сейчас это имя уже немножечко подходит к концу. Но ещё остались нерешённые вопросы. Должны ли такие евреи соблюдать сейчас субботу? И относится ли к нам это повеление? То есть должны ли мы соблюдать субботу? Поэтому, возможно, сейчас мы ответим на эти вопросы. И когда вы встретитесь с людьми, которые там, субботники, которые соблюдают субботу, вы уже будете немножечко подкованными и понимать, к чему это относится и как это относится к нам сегодня. Итак, пояснение о субботе. Смотрите, что такое была вот эта вот суббота в Бетхом Завете? Это был закон Моисеевого Завета. То есть Бог дал Завет, это был закон. То есть Бог дал закон, и вот в этом законе было прописано, что люди должны соблюдать субботу. Что написано в Библии по этому поводу? Закон, читаем внимательно, будьте внимательны. «Лишь тень грядущего, а не образ того, что будет. И потому он, кто он, закон, не может сделать безупречными молящихся Богу и приносящих каждый год одни и те же жертвы». То есть закон — это лишь тень чего-то, что грядёт. Мы сейчас посмотрим, чего. То есть это всего лишь тень. Это не непреложное что-то такое, особенно сейчас в Новом Завете. Это какая-то тень от чего-то большего. Закон — это тень, тень покоя. Помните, суббота — это день покоя в Божьем присутствии. В этот покой Божий входили через субботу. То есть это был как символ. То есть как было раньше войти в Божье присутствие, в Божий покой? Через субботу люди соблюдали субботу, и в этот день они были в Божьем покое. Смотрим дальше. «Так пусть никто не диктует, что вам есть и пить, а также насчёт еврейских побычи. Как вам справлять праздники, новолуние или день субботний? Ведь это всё только тень грядущего, а настоящее принадлежит Христу». Будьте внимательны с текстом. Итак, закон, мы говорили, да, закон, был для нас чем? Детоводителем ко Христу, как стрелочка, указывающая на Христа, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. А детоводитель — это кто? Это закон. Друзья, хочу вам показать пример. Смотрите, есть дерево. Не знаю, друзья, надеюсь, вы со мной, потому что я даже не вижу ваших лиц, и не всех, по крайней мере, вижу, но очень надеюсь, что вы здесь, вы со мной. Да, спасибо, кто включает камеру, мне очень радостно вас видеть, видеть вашу какую-то реакцию. Друзья, смотрите, дерево, да, и это дерево — это вот какой-то предмет. У этого дерева есть тень. Смотрите, светит солнышко, мы видим тень от дерева. И что говорит Библия? Библия говорит, что тень — это закон. То есть это всего лишь тень от чего-то большего. Так от чего же это тень? Смотрите, закон, мы читали, это Галатам 3,24, это детоводитель ко Христу. Вот этот закон в Ветхом Завете, он указывал на что? Он указывал на Христа. Это очень важный момент. Поэтому закон — это не непреложное правило. Это не то, что нужно соблюдать. Ведь мы видели, как Иисус исцелял в субботу, мы видели, как Иисус творил чудик, которые были такими, вот они соблюдали именно этот закон, эту тень, они считали, что вот в законе спасения, что вот именно эта тень, в этом всё и находится. Нет, Иисус им говорил, что не этим мы спасаемся, и что мы должны спасаться через Иисуса Христа. Закон был дан для того, чтобы евреи увидели, они сами не могут соблюдать его, они сами никогда не смогут достичь праведности. Вы знаете, что там в этом законе было больше 600, по-моему, каких-то правил. Скажите, может ли человек соблюдать столько правил на протяжении всей своей жизни? Более 600 каждый день в своей жизни не забывать ничего, всё делать безукоризненно? Да никогда человек не сможет. И вот поэтому евреи должны были принять Христа, они должны были понять, что это тот Мессия, который уже не под законом они ходят, они ходят под Христом, под Духом Святым. Видите, как закон — это тень грядущего, а настоящая принадлежит Христу. Движайший важный момент. Если у вас есть вопросы, готовьте их задавать, потому что тема достаточно такая сложная где-то. Да, то есть закон где-то водитель ко Христу, он указывает на Иисуса. Поэтому когда вам кто-то говорит, а вот это нельзя кушать, а вот нужно делать только так, в законе Божьем написано только так. Нет, подождите, в Новом Завете всё поменялось. Наш закон в Иисусе Христе, наш закон в том, что говорил Иисус, в том, чему Он учил. У нас есть две главные заповеди. Возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душой и всем разумением, и возлюбить ближнего, как самого себя. Это две наши главные заповеди. Наша заповедь не соблюдать субботу и вот субботу откладывать все дела, а наша заповедь любить Бога и любить людей всем сердцем. Хорошо, давайте посмотрим. Разберём ещё немножечко на такие составляющие. Кто ходит под законом, друзья? Кто ходит под законом? Давайте посмотрим. Те, кто ходят под законом, они должны его соблюдать. Вы знаете, ведь есть и сейчас люди, которые ходят под этим законом, которые читают закон Тору и считают, что вот только так. То есть если они ходят под законом, то в Божьих глазах они должны его соблюдать. Друзья, больше 600 с чем-то правил. Они должны соблюдать их всех. Друзья, это невозможно ни одному человеку. Смотрите, конкретно про субботу это 6 дней работа, и 7-й день они посвящают Богу. То есть смотрите, все 6 дней они проводят без Бога, но 7-й день они посвящают Богу. Смотрите, но именно эти люди, которые я уже говорила, да, они не смогут его исполнить, этот закон. Вот это вот про субботу, это один из повелений Бога, их очень много на самом деле. И вот этот вот закон, это лишь тень, это диктоводитель. А теперь рассмотрим вторую половинку. Те, кто верят во Христа, что с ними происходит? У них покой. Не один день в неделю. У них покой 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вы просто только вдумайтесь в это. Бог, раньше люди отделяли один день для того, чтобы быть с Богом. Но когда мы со Христом, мы каждый день, каждую секунду, у нас суббота, у нас этот покой Божий, мы можем в него выходить постоянно, всегда. У нас нет на это ограничений, мы уже не под законом ходим. Да? У нас покой 7 на 24. Друзья, а у вас есть этот Божий покой 7 часов, 7 дней, 24 часа в сутки? Вы имеете это в своём сердце? Такой важный вопрос. Смотрите, Дитя Божье с Богом, оно постоянно, оно не только один день в неделю. Когда мы становимся Божьим детём, мы всегда Его. Когда у нас есть Отец, мы всегда дети. Смотрите, когда я иду на работу, когда я иду на учёбу, когда я мою посуду, и так дальше, у меня в сердце должна быть вот эта вот суббота, да? Ну просто суббота как назвала, чтобы мы понимали, да, о чём мы говорим. Раньше суббота — это был один день, а сейчас суббота, она всегда должна быть у нас в сердце. Это покой с Богом. Он должен быть всегда в нашем сердце, постоянно. Мы Дитя Божье не раз в неделю. Мы Дитя Божье. Хотя, ну, классно, что мы воскресенье посвящаем, как бы, да, вот особое время. Но такое особое время должно быть каждый день, каждое утро. И знаете, как мы должны всё делать во славу Бога? Как мы можем делать всё во славу Бога? Как мы можем даже мыть посуду? Как мы можем общаться с родными? Как мы можем, не знаю, в повседневной жизни делать всё во славу Бога? Когда мы находимся в Его присутствии, да, когда мы под Богом ходим каждый день, когда мы с Ним общаемся, мы имеем постоянную связь с Ним. И эта связь, она сейчас может быть постоянной. Раньше люди, чтобы быть с Богом, они шли в храмы. Сейчас нам не нужно идти в храм, нам не нужно идти к священнику. У нас внутри Дух Святой. Друзья, много очень вещей, конечно, говорим сейчас. Давайте выведем основные принципы освящения. Быстренько сейчас по ним пройдёмся, чтобы всё это вместе собрать теперь в одну такую структуру. Смотрите, мы освящены, то есть я и ты освящен единократной жертвой Иисуса Христа. Нам не нужно приносить жертвы животных. Ну, не знаю, может, кто-то когда-то сталкивался, что там говорят, что вот надо, наверное, жертву и приносить животных. Нет, сейчас этого не нужно. Хотя есть религии, которые продолжают это делать. То есть это всё обман. Нужно постоянно очищаться, продолжать очищение посредством слова, изучая и исполняя его. Друзья, это ваша ответственность. Если вы не изучаете слово, вы пренебрегаете этой ответственностью перед Богом. Нам нужно питать свой дух, а не плоть. Знаете, как это история про двух волков? Какого волка ты питаешь? Так нам нужно питать свой дух. Нам не нужно подпитывать свою плоть и стремиться ей угождать. Хорошо. Тоже, если в Ветхом Завете знаком сохранения Завета было соблюдение субботы, то есть если они соблюдали субботу, значит, они сохраняли Завет, то в Новом Завете этот знак — это послушание Духу Святому. Ведь когда мы крестимся во имя Отца, Сына и Святого Духа, мы заключаем с Богом тоже Завет, когда у нас происходит крещение водное. И тогда мы заключаем с Богом Завет. И наша ответственность — быть послушными Духу Святому, тому, что Он говорит, тому, как Он в нас действует, ведь Он живёт в нас. То есть мы не своими усилиями стремимся к покою, не своими делами, но мы через Бога, Бога, да, как бы через Духа Святого, через Христа мы имеем возможность быть с Богом Отцом. Хорошо, давайте ещё буквально несколько моментов. Какая цель соблюдения субботы? В Ветхом Завете это было не спасение. Смотрите, тогда Израиль уже был спасён, он был спасён от Египта, да, из рабства. Но цель субботы — это было богопознание, сохранение в сердце состояния удовлетворённости от того, что Бог делает. Друзья, будьте внимательны, цель была не спасение субботы, но богопознание. Хорошо. Когда ты анализируешь, что Бог сделал для тебя и благодаришь Его, это исключает поклонение идолам. Друзья, если вы будете благодарить Богу, если вы будете анализировать себя, если вы будете смотреть, что Бог для вас делает, вы не будете поклоняться другим идолам. У вас даже не будет мысли поклоняться финансам себе, родным, близким или ещё кому-то. Что у вас на первом месте в сердце? Потому что если у вас на первом сердце кто-то не Бог, значит, это кто-то замещает Бога, этот кто-то — это идол. Бог требует от человека святости. Смотрите, Бог хочет, чтобы мы были святы, да? Это Божьи требования. Но Он сам нас и освящает, и Он делает это постоянно. Пренебрежение освящением — это грех непокорности. Помните, мы говорили, что грех непокорности — это такой же грех, грех непослушания, как колдовство, как грех колдовства. Это очень серьёзный грех. Когда мы пренебрегаем Божьим освящением, это грех непослушания, непокорности. В Ветхом Завете это наказывалось смертью. Поэтому наша, ну это очень серьёзный вопрос, наша ответственность — удаляться от греха и приближаться к Богу. Да, то есть смотрите, через освящение, мы когда-то говорили, в чём смысл жизни человека. Смысл жизни человека — это прославлять Бога, нести, быть носителем образа Божьего. И вот через освящение достигается эта цель. Хорошо. Друзья, всегда у меня есть какие-то вопросы в конце на применение, которыми вы могли бы задаться. Давайте посмотрим. Задай себе вопрос. Хочешь ли ты быть отделённым для Бога? Есть ли у вас такое желание? Вот подумайте сейчас в своём сердце. Ответьте не для меня, ответьте для себя. Хочешь ли ты быть отделённым для Бога? Чего ты желаешь в своей жизни? К чему ты стремишься? Ещё такой вопрос. Бывает ли освящение без погружения в Слово Божье? Друзья, можешь ли ты освящаться, не погружаясь в Божье Слово? Задумайся об этом. Задумайся о том, как ты проводишь свои дни. Ты читаешь Библию? Ну, если ты читаешь, это хорошо. Но я вам скажу, что чтение Библии — это классно, но я понимаю, что этого мало. Нам нужно изучать Писание, нам нужно погружаться в Божье Слово, а не просто пробегаться, знаете, как рябью по воде. Нам нужно полное погружение в Божье Слово, изучение Его. Все ли сферы в моей жизни посвящены Богу? Друзья, если вы уже посвятили себя Богу, подумайте, что ещё не посвящено, что вы не отдали в руки Бога, что не свято. Может, у вас есть какой-то тайный грех, может, у вас есть какое-то тайное, что-то такое, что вы скрываете от других людей, о чём вы не можете кому-то рассказать или поделиться. Это что-то, что вы скрываете. Скорее всего, это то, что вы не посвятили Богу. Та сфера вашей жизни. Активен ли ты в своём стремлении приблизиться к святости? И каким образом ты это делаешь? То есть делаешь ли ты какие-то шаги в сторону Бога? Продолжаешь ли ты быть хорошим? Знаете, как мы все хотим быть хорошими во всех глазах у всех, но делаем ли мы это своими силами? Или мы это делаем силами с Божьей помощью? И вопрос каждому. Что конкретно для тебя означает жертва Иисуса Христа? Что такое для тебя жертва Иисуса? Это просто, знаете, как кто-то даже не задумывается. Ну да, окей, Иисус умер, мы это знаем, история какая-то древняя. Или нет, или это живёт каждый день твоей жизни, ты живёшь с этим пониманием. Чем отличается твоя настоящая жизнь от жизни до момента спасения? Друзья, задумайтесь, кто уже принял Христа в своё сердце. Отличается ли ваша жизнь до того, как вы пришли ко Христу, и после? Как она отличается? Я могла очень чётко сказать, до того, как я пришла к Богу, я была совершенно другим человеком. Я была, ну, очень таким пессимистичным, очень грузовым, если можно так сказать. У неё было множество проблем, я была таким нытиком. Я не могла справляться с проблемами. Я реально погрязла в грехах, и я не знала до конца, как из них выбраться. Мне было очень тяжело, у меня были совершенно другие обстоятельства в моей жизни. Я была в постоянной депрессии какой-то. Но в какой-то момент я сделала выбор, что я принимаю Бога в своё сердце. Я приняла крещение, я покаялась. И после того моя жизнь настолько ярко поменялась. И не только моя жизнь, но моё сердце, оно изменилось. И оно продолжает меняться каждый день в моей жизни. И это такое крутое путешествие с Богом. Поэтому если ты ещё не с Богом, беги к Богу как можно быстрее, не потеряй время. Потому что мы не знаем, когда наша жизнь закончится, но наш исход решается здесь, что будет с нами после смерти. Ой, друзья, понимаю, так много всего. Сейчас это имя мы сейчас уже прошли, мы его закончили. Так, сейчас, секундочку, я хочу кое-что сделать. Я хочу, наверное, остановить демонстрацию пока что. Друзья, если у вас есть какой-то вопрос, или вы хотите что-то прокомментировать, что-то сказать, я буду, может быть, можете написать в комментариях, буду рада. Вот по поводу этого имени. Что бы вы могли, может быть, сказать, чем могли бы поделиться? Если есть такое. Потому что, видите, имя такое большое и очень особенное. Так, ну если пока нечего сказать, в любом случае думайте о том, что Бог открывает, как он работает. Просто смотрите на то, что Бог говорит в ваше сердце. Друзья, я сейчас открываю следующее наше имя. Следующее наше имя. Оно, я вот всегда стараюсь вот по два имени давать. И каждый раз у меня это получается, я очень этому рада. Мы немножечко поговорили про Бога освящающего, про святость. Но сейчас еще одно потрясающее Божье имя, которое, уверена, вас очень ободрит. Называется оно, Бог называется Иегова Шалом, Господь мира. Ну, может быть, у многих на слуху Шалом, да, вот Шалом, Шалом, Шалом. Вот это мир, переводится как мир. И вот Иегова Шалом — это Господь мира. Давайте посмотрим, какой же Бог и что, какие вопросы мы будем себе задавать. Мы сразу же окунемся в историю Израиля, и мы сразу же посмотрим, что происходило с Израилем во времена Судей. То есть это Ветхий Завет опять, и мы посмотрим, что было с израильским народом, что с ним происходило, в каком он был в состоянии, Божий народ. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Мадеанитян на семь лет». Да, будьте внимательны. «Тяжела была рука Мадеанитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадеанитян ущелье в горах и пещеры и укрепления». Да, это все записано в истории Судей. Мы сразу же так окунаемся в историю Израиля, и мы видим, что вот что происходит? Они начали делать злое, Бог предал их в руки Мадеанитян, была тяжелая рука, то есть что, ну, как бы они плохо относились к Израилю, так что даже они начали делать себе ущелье в горах, они начали прятаться в пещерах, хотя казалось, Божий народ, святой Божий народ. Смотрим, что происходит дальше с этим народом. Очень интересная история. Они сделали это, кто они? Мадеанитяне. Потому что Мадеанитяне и Маликитяне, живущие на Востоке, приходили и уничтожали их урожай. То есть почему они прятались в пещерах? Потому что начали приходить эти люди уничтожать урожай. Они разбивали лагерь на земле Израиля, смотрите, на святой земле. И уничтожали всё, что посадил Божий народ. Не было, видите, такое состояние опустошения. Бог предал их в это состояние. Бог сам их отдал. Кого? Их было так много, как саранчи, то есть вот этих вот народов плохих. И не было числа ни им, ни их верблюдам. Все они пришли на эту землю и опустошили её. И весьма обнищал Израиль от Мадеанитян. Казалось бы, Божий народ избранный, взятый в удел, освященный народ. Почему так происходит, друзья? Почему Бог допустил это? Почему произошла такая война? Почему произошло такое опустошение? Почему они обнищали, они стали бедными? Что произошло? Давайте посмотрим, что происходило с Израилем. Мы уже увидели из Божьего текста. Бог предал их в руки Мадеанитян на 7 лет. То есть была война. Они живут в пещерах, в укреплениях, в горах. Друзья, только вдумайтесь, они жили в пещерах. Божий царский народ. Враги съедали урожай и опустошали их землю. То есть состояние войны весьма обнищал народ. Даже, знаете, не состояние войны, потому что в войне ведь кто-то кому-то противостоит, а здесь даже нет противостояния. Они просто убежали в горы, да, потому что напали эти народы. Давайте смотреть дальше. Почему они лишились мира? Вот это вот очень важный момент. Мы сейчас для себя это будем смотреть. Почему Божий народ, святой Божий народ, он лишился мира? Почему он лишился Божьего благословения, друзья? Из-за зла, которое они делали перед Богом. Мы читали текст «Цены Израилевы» в самом начале стали опять делать злое перед очами Господа. Это относится так же самое к нам, друзья. Мы можем быть святыми, но когда мы делаем злое, нас ждёт наказание. Мы будем нести наказание. Если мы каемся, Бог нас прощает. Может быть, такое, что мы не понесём наказание, но существуем мы всё равно, мы несем последствия. Это наша ответственность. Потому что у нас есть выбор, делать зло или не делать злое. То есть, смотрите, лишение мира из-за того, что они начали делать зло. Друзья, а кто лишил их мира? Это вопрос к вам, пожалуйста, тоже. Может быть, кто-то вспомнит, или вот кто-то, у кого-то есть текст сейчас открытый, или вот вы можете сказать, как вы понимаете, кто лишил Израиль мира? Может, дьявол пришёл, сатана пришёл, на них напал? Я думаю, что это Господь лишил их мира. О, Милена, спасибо. Ты просто, ты меня радуешь своими ответами. Смотрите, мы так часто любим перекладывать всё просто на плечи дьявола, на плечи каких-то людей, на плечи правительства, на плечи ещё кого-то. Но мы видим, что здесь Бог лишил мира. «Бог забрал свой мир в наказание за сделанное зло и предал их Господь в руки Моде не тянут на семь лет». Вы знаете, сразу хочу привести такой пример. Наверняка каждый из вас, он когда-то грешил. И вот если вы уже когда-то переживали мир с Богом, то вы знаете какое-то состояние. И вы знаете какое-то состояние, когда вы теряете Божий мир. И очень часто, когда мы предаёмся греху, я могу по себе сказать, когда вот я живу с Богом и иду с Ним, вот я иду в Божьем присутствии, всё хорошо, всё хорошо. Но когда в какой-то момент я поддаюсь плоти, когда в какой-то момент я грешу, я лишаюсь этого мира, покоя, Бог забирает свой мир от меня. Я сама себя отдаляю от Бога. И для того, чтобы опять приблизиться к Нему, мне нужно встать на колени и попросить у Бога прощения. Ну это так, отступление, идём дальше. Хорошо, к чему в итоге ведёт отсутствие мира с Богом? Ну хорошо, допустим, ну может сказать человек, ну окей, ну нет мира с Богом. Ну и что тут такого, как жили, так и продолжаем жить. Ну столько людей живёт, и всё вроде как нормально. Но мы читаем в Библии, что говорится в Библии? К чему ведёт отсутствие мира с Богом? Это ведёт к отсутствию мира с людьми. То есть у нас идёт раздор между нами и кем-то ещё, потому что израильтяне не стали в раздоре вместе с мадянитянами и другими народами. У нас идёт раздор к потере того, что ты получил от Бога. Бог нам дал множество благословений. Но когда мы грешим, когда уходит наш мир с Богом, то мы теряем это. И что происходит? И вот это вот получают как раз другие люди. Наши враги получают наше благословение. Мы теряем своё благословение. Бог, он хочет благословлять, но мы сами теряем же это. Что происходит ещё? Мы становимся беспомощными перед опасностями. Смотрите, Израиль, он ничего не мог даже противопоставить мадянитянам. Он ничего не мог, как бы, кондор, какую-то атаку сделать. Он стал беспомощен без Бога. Без Бога мы беспомощны против врагов, без Божьего мира. Да, вот как какое-то состояние такой войны у нас происходит. Это лишает защиты и уверенности. Мы уже не защищённые, мы уже не уверены в себе, в мире, вообще во всём. Это вносит в жизнь неопределённые тобой, непредвиденные тобой обстоятельства. Происходит что-то из ряда вон выходящее, у нас всё валится из рук, ничего не получается. Мы теряем этот мир и спокойствие. Это приносит опустошение в твою жизнь. Твоя жизнь, она теряет краски. Твоя жизнь, она теряет смысл, когда у тебя нет Бога, когда ты не с Богом. Когда ты теряешь этот мир. Друзья, кто переживал это, просто подумайте, возможно, вы захотите потом поделиться для ободрения других. Когда вы теряли мир с Богом. Хорошо, с чем столкнётся каждый человек, друзья? С этим столкнётся каждый. Неважно, верующий ты или неверующий, но это то, что ждёт абсолютно каждого. Каждый человек предстанет пред самим Богом на суд. Этот суд будет. И он будет и для верующих, и для неверующих. И каждый человек, мы не можем убежать, мы не можем никуда убежать от Божьего суда, от того, что мы предстанем перед Богом. Даже если кто-то атеист, очень ярый и не верит в Бога, он всё равно предстанет перед Богом. Итак, что будет с неверующим? Неверующий предстанет на суд Великого Белого Престола. И мы знаем, что на этом суде Великого Белого Престола будут судиться по делам. То есть, окей, это неверующий человек, ты не верил в Иисуса, и ты будешь судиться. Вот что будет с этим человеком? «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нём, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих перед Богом». То есть, это люди воскресшие будут все. «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мёртвы по написанному в книгах, сообразно, с делами своими». Это достаточно такой тяжёлый текст для разбора. Но в чём фишка тут? Что будет открыта книга, и будут люди неверующие, судимы по своим делам, потому что они делали. «И сказано тогда, дало море мёртвых, бывших в нём, и смерть, и ата дали мёртвых». То есть, все мёртвые, а смертью ты не избежишь Божьего суда. «Все мёртвые когда-то предстанут перед Богом, и судимы были каждый по делам своим». Это в Откровении написано в последней книге Библии. «Все люди предстанут перед Богом». А что будет с верующими? «А верующие будут на судилище Христовом». Это другое судилище. Верующие не будут судимы по делам, верующие не могут потерять Божье присутствие, но они будут судимы, скажем так, на судилище Христовом будут раздаваться награды. Вот если ты был хорошим христианином, если ты служил Богу, тебе будут, соответственно, награды. То есть, ты будешь как бы Богом поощрён за это. Если ты ничего не делал, то тебе как бы ничего не будет за это. Итак, что написано? «Ибо мы должны все предстать пред судом Христовым». Это верующим обращение. «Чтобы каждый получил согласно тому, как поступал, живя в своём теле, творил ли он добро или зло». То есть, каждый верующий тоже получит по заслугам. Но мы не получим наказание, но мы можем получить что-то хорошее. Это то, что ждёт всех. «А ты, что осуждаешь брата своего, или и ты унижаешь брата твоего, все мы представим на суд Христов». То есть, этот текст ещё говорит о том, что мы не должны судить других, потому что все мы будем сами судимы на самом деле. Мы не можем судить других, так как мы сами судимы. Итак, это было небольшое отступление, потому что нам в первую очередь нужно понимать, находимся мы в мире с Богом, к какой категории мы будем относиться — к верующим или к неверующим. Где мы можем найти мир и как нам его искать, друзья? Смотрите, как нашёл мир у нас один человек — Гедеон. Эта история продолжается с судьями, с тем, что мы читали. Бог призвал его, чтобы он пошёл и сразился, чтобы он вывел народ из этого такого состояния. И он был в смятении. И вот говорит, «И увидел Гедеон, что это ангел Господень». И сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я увидел ангела Господня лицем к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрёшь». Смотрите, Гедеон боялся умереть. Почему? Потому что он знал, что от Божьего присутствия, мы уже говорили об этом в прошлом имени, он мог умереть. Но Бог сказал, «Мир тебе, шалом тебе, да? Не бойся, ты не умрёшь». «И устроил там Гедеон жертвене Господу, назвал его Иегова шалом». Он ещё до сего дня в офре Авиезеровой. То есть это первое место в Библии, где мы встречаем вот этот вот Бог мира, Иегова шалом. Это судьи 6, 6 глава, 22-24 стих. Итак, «Когда Гедеон в испуге, ангел является ему». Смотрите, взаимосвязь. Гедеон в испуге, Гедеон не имеет мира, Гедеон не знает, как ему быть и что ему делать, и в этот момент к нему является ангел Господень. И что этот ангел Господень говорит? Что Бог ему говорит? «Мир тебе, не бойся, не умрёшь». Смотрите, когда Гедеон в испуге, к нему является Бог и говорит «Мир тебе». Он даёт свой мир Гедеону. Вы смотрите, где нашёл мир Гедеон? Что мы видим на его примере? Гедеон нашёл мир в Господе, в Боге, в Его присутствии, да? Потому что Бог, Он Иегова шалом. Помните, имя Бога — это крепкая башня, убегает в неё праведник и будет в безопасности. Вот имя Господа — Иегова шалом. Мы можем убежать в это имя Господа, Бог мира, да? И найти там покой, если вы праведник. Хорошо. Где находят мир? Где мы можем найти мир? Тоже мы всё смотрим в Священное Писание, ничего не пытаемся сами говорить от себя, всё смотрим в Священное Писание. Итак, субботы мои соблюдайте, священщище моё чтите, я Господь. Да, мы уже помним про субботу, вы говорили, к чему это относится. Но если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить, исполнять их, то я дам вам, что Бог даст? Дожди в своё время, и земля даст произрастания свои, и дерева полевые будут давать плод свой. Вы будете молотить зерно до самого сбора винограда, а сбор винограда будет продолжаться до времени сева. Тогда у вас будет вдоволь еды, и вы будете спокойно жить на своей земле. Видите, какие благословения классные, да? И что Бог дальше говорит? Я пошлю мир в вашей стране. Вы будете спокойно ложиться спать. Смотрите, мир, спокойствие. И никто не придёт, чтобы запугать вас. Я сгоню из вашей страны лютых зверей, и армии не пройдут по вашей земле. Знаете, Бог даёт им абсолютный мир. Кто даёт мир? Человек даёт мир? Другие люди дают мир. Виноград даёт мир, может быть. Нет, кто? Только Бог даёт им этот мир. Мы видим, что Бог распоряжается этим миром, своим присутствием. Какие обетования даёт Бог? Смотрите, друзья, для тех, кто с Богом, какие Бог даёт обетования? Природа будет работать для нас и на нас. Будет изобилие, урожая. Что ещё будет? Будет безопасность и отсутствие врагов среди людей и зверей. То есть не будет какой-то опасности. Мир будет всей земле. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили, друзья, когда на Израиль напали мадеонитяне. Почему они напали? Помните, самое начало мы говорили? Потому что они начали творить злое в глазах Бога. И тогда Бог лишил их своего мира. Но здесь Бог говорит, если вы будете соблюдать мои уставы, если вы будете соблюдать мой закон, то, что я говорю, то вот что вам будет. И Бог рассказывает, как Он благословит. Вы видите взаимосвязь, друзья? Я надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю. Да? То есть вот эта вот взаимосвязь, всё зависит на самом деле от наших поступков. Вот как мы здесь поступаем, то мы и будем иметь. И Бог нас об этом предупреждает. Хорошо, давайте смотреть дальше. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит лице своё на тебя и даст что? Даст мир. Так пусть призывают имя моё на сынов Израиля, и я благословлю их». То есть что мы здесь видим? Так, друзья, что-то у меня не прогружается. Сейчас, секундочку. То есть что мы здесь видим? Что мир — это благословение от Господа, да? То есть вот говорится, надо благословлять так и так и так. Вот одно из благословений — это мир. Бог даст тебе мир. То есть когда вы имеете мир в своём сердце, в своей жизни, это Божье благословение. Нужно это понимать. Это не просто стечение обстоятельств. Хорошо. «Если бы ты мне подчинялся, мир пришёл бы к тебе рекой полноводной, и добро морскими волнами подобно, вновый вновь накрывало бы тебя». То есть мы сейчас смотрим характеристика мира, которого Бог даёт. Смотрите, какое красивое обетование, очень красивое. Что говорится? Что мир, как река, Бог даёт, Он делает эту реку полноводной. То есть у каждой реки есть русло, какое-то русло, по которому оно течёт. И Бог говорит, что оно русло твоей жизни, оно наполнит своим миром. Бог наполнит своим миром. Это такие красивые метафоры, красивые примеры, написанные в Библии, очень красивое описание. И вот подобно морским волна вновь и вновь будет накрывать тебя. То есть Божий мир, Божье благословение. Что мы ещё видим в Библии? «Твёрдого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Не знаю, мне кажется, красивейший стих тоже. Такие красивые места, то есть подобранные. Мне очень нравится перевод в современном, современный перевод этого текста, вот это синодальный текст, а вот в современный перевод, как он выглядит. Вот как он читается. «Ты, Господи, мир даруешь всем, кто от Тебя зависит и уповает на Тебя». То есть кто такой твёрдый духом? Твёрдый духом — это тот, кто зависит от Бога, это тот, кто уповает на Него. И смотрите, вот такого человека Бог будет хранить в совершенном мире. То есть в этом мире не будет никакого страха, какого-то испуга или ещё чего-то. Будет совершенный, полный мир. Друзья, бывает, что вам страшно, вам приснился плохой сон, или у вас какая-то тревога, вы боитесь экзамена, или вы переживаете, что у вас что-то не получится. Есть ли у вас тогда мир в сердце? Так вот, если вы уповаете на Бога, если вы зависите от Него в этих всех ситуациях, то у вас будет мир на сердце. Вы не будете переживать, вы не будете постоянно находиться в каком-то беспокойстве. Это всё суета. Это не присуще Божьим детям. Хорошо, смотрим дальше, друзья. Что ещё мы знаем о мире? «Радуйтесь! Всегда в Господе!» И ещё раз говорю, «Радуйтесь! Кротость ваша да будет известна всем человеком, Господь близко!» Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, 4 глава. Мы читаем потрясающий стих. Наверняка кто-то знает его наизусть. И очень классно его знает. Друзья, что нам нужно делать? Смотрите, что нам нужно делать? Нам нужно радоваться положению в Боге. Говорится, «Радуйтесь! Всегда в Господе!» Радуйтесь! Друзья, нам нужно радоваться, когда у нас всё хорошо, когда у нас всё классно. Нет, друзья, нам нужно радоваться и в скорбях, и в сложностях, но нам нужно всегда радоваться, потому что мы в Боге находимся. Потому что Бог у нас сохраняет, Бог даёт нам этот мир. Даже если, как мы видим множество примеров, когда в темнице люди сидели, когда люди жизнь свою давали за Христа, но у них был мир в сердце. То есть Бог сохранял их. Иметь кротость. Нам не нужно превозноситься, нам не нужно гордиться, гордиться. Нам нужно быть благодарными, быть кроткими. Ведь вы знаете, когда мы неблагодарны, когда мы не умеем говорить «Спасибо, Господь!» или «Спасибо кому-то», это называется гордость. И вот написано в Библии, «Гордым Бог противится, а смирённым даёт благодать». Параллельно вспоминаю ещё какие-то тексты. Ещё что нам нужно делать? Не полагаться на свои силы. Нам нужно зависеть от Бога. Хорошо. И просить у Бога то, что тебе нужно. Друзья, такое классное обетование. Бог говорит «Просите, и дано будет вам. Просите, и я вам дам». Но это относится к Божьим детям. Если нечестивый человек просит что-то у Бога, но при этом он не Божье дитя, Бог ему не даст этого. Бог эти обетования даёт своим детям. Хорошо. В заключение, братья, скажу, помышляйте о том, о чём нам нужно помышлять, друзья, о чём тебе нужно помышлять, о чём тебе нужно думать, что истина благородна, правильна, непорочна, достойна восхищения и приятна, обо всём достойном и похвальна. Чему вы научились, что приняли и слышали, видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Круто, да? Что нужно нам делать? Ну, тут так много всего. Нам нужно научиться правильно мыслить. Наши мысли должны быть правильными. Нам нужно следить за нашими, фильтровать наши мысли. Для того, чтобы так было, нам нужно читать Слово Божье, потому что там нас Господь учит, Он нас наставляет. Нам нужно смотреть на тех, кто живёт верою и брать с них пример для своей жизни. Нам нужно... То есть, друзья, если у вас есть люди, у которых вы можете брать пример, берите этот пример. Вы можете сами не устоять где-то. Ищите человека, за которым наставника, возможно. Молитесь Богу о наставнике, если вам нужен. Мне Бог в своё время дал наставника. И я продвинулась, ну, очень много, скажем так, большой путь проделала с Богом, именно благодаря тому, что кто-то помог мне пройти, благодаря тому, что мне показали пример. Ищите такой пример для себя. Хорошо. Почему мы можем иметь мир с Богом? Итак, оправдавшись верой, мы имеем с Богом мир через Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, я сколько не делаю эти, нисколько не готовлю эти презентации, я заметила такую закономерность. Сколько их не готовишь, всегда всё связано со Христом в итоге. Потому что без Христа, ну, вот во Христе жизнь, именно Христос примиряет нас с Богом. Без Христа мы не можем познать Отца, без Христа мы не можем иметь мир, без Христа мы не имеем жизни вечной. Вы понимаете, что всё в итоге сходится на Иисусе Христе, наше взаимоотношение с Богом, наше взаимоотношение с Отцом. Потому что мы помним, Бог Он святой, Он великий, а мы грешные люди. Но только когда между нами становится Иисус Христос, только тогда мы можем приближаться к Богу. Знаете, Иисус, Он примиряет нас с Богом, потому что наш грех, Он воюнет против святости Бога. Но когда пришёл Иисус, Он примиряет, знаете, как берёт за ручку нас и ведёт к Богу Отцу. Этот мир в том, кто пообещал. Что пообещал нам Бог? «Не оставлю и не покину тебя». Смотрите, этот мир, который Бог нам обещает, находится в Боге, который сказал «не оставлю тебя», «не покину тебя». Что ещё сказал? Поэтому мы можем смело говорить в продолжении этого стиха, этих стихов. «Господь мне помощник, я не стану бояться, что сделает мне человек». Я не стану бояться, это значит, что во мне не будет страха перед людьми, мы не боимся людей. У нас должен быть страх к Богу. Страх к Богу — это уважение, то есть почитание Бога. Мы не должны бояться до мурашек каких-то и бояться, что Бог такой страшный. Нет, мы должны Бога уважать, относиться к Нему почтительно. И мы можем говорить, что «Господь мне помощник, я не стану бояться, что сделает мне человек». Мы не должны бояться людей, мы не должны бояться сутаны, потому что Господь — наш помощник». Круто, да? Когда мы терпим скорби, что мы должны делать, друзья? Более того, мы ликуем даже, когда у нас горести, ибо знаем, что горести воспитывают долготерпение, долготерпение приносит благоволение, а в нём надежда. Надежда же не обманет нас, ибо Божья любовь излита в наши сердца через Святого Духа, дарованного нам Богом. Мы можем даже, когда мы терпим скорби, мы можем ликовать, мы можем радоваться, и мы должны это делать. Бог таким образом нас воспитывает через горести. Мы уже много об этом говорили, да? Что нам ещё сказано? «Ибо Бог даровал нам Духа». Чего? Чего Бог даровал нам Духа? Не боязни, а Духа силы, любви и самообладания. То есть у нас, в нас живёт Дух силы, в нас живёт Дух любви, в нас живёт Дух самообладания. Это Дух Святой, да? Он в нас это производит, не мы сами это производим. И что в итоге? Одни из последних стихов, которые мы сейчас рассмотрим. Что говорит Иисус? «Я оставляю вас с мира». Иисус, когда ходил, говорил, «Свой мир я оставляю вам, но не так, как мир». Какой здесь мир имеется в виду? Мир, который нас окружает, грешный мир даёт. «Я даю вам». «Да не смутятся сердца ваши и да не устрашаться». Бог говорит, «Пусть не смущается сердце ваше, пусть оно ничего не боится. Я вам оставляю свой мир, свой покой». И, друзья, помните, мы говорили, что в нас живёт Дух. И вот какой плод Духа? Если в нас действительно живёт Дух Святой, что мы будем видеть? Если вы видите человека, как вы можете понять, живёт нам Иисус, живёт нам Дух Святой или нет? Плод Духа, то есть проявление Духа, это любовь, это радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет чего? На таковых нет закона. Помните, мы говорили, закон де-то водитель ко Христу. Раньше люди пытались спасаться с законом и пытались с соблюдением правил. Но те, которые имеют в себе Дух Святой, на таковых нет закона, на нас не распространяются правила этого закона. Мы не под законом ходим, но под Духом Святым мы ходим, под Богом. Да? Бог же мира добудет со всеми вами. Аминь. Мы часто, может быть, слышим такое провозглашение «Бог же мира» и «Гова шалом» добудет со всеми вами. Друзья, я желаю, чтобы с каждым из вас был вот этот вот Бог мира, чтобы у каждого из вас был этот мир в сердце. Вы никогда не переживали, не тревожились, не боялись чего-то, не убегали от чего-то, но всегда бежали к Богу, всегда бежали в Его мир, всегда бежали в Его покой. Вы знаете, на самом деле, когда я всё это говорю, я для себя тоже говорю, я тоже очень в этом нуждаюсь. Я тоже человек, я тоже падаю, я ошибаюсь, я ухожу от Бога иногда, но я так люблю Бога, я так хочу приближаться к Нему всё больше и больше и не хочу терять этот мир, который Бог даёт. Ну что ж, давайте перейдём уже к выводам. У нас такое сегодня долгое занятие. Немножечко обобщим всё. Иегово шалом — это источник мира. Именно в Боге источник мира, а не в чём-то другом. Источник мира не в безопасности, источник мира не в каких-то там, не знаю, саунах, каких-то там правильных, хороших вещах, которые люди, знаете, там, не в деньгах, не просто в хорошем времяпрепровождении. Нет, мир даёт правильный, свой истинный мир даёт Иегово шалом. Он хочет нашу жизнь наполнить своим миром, который есть только у Него, Божье желание, чтобы у нас был мир. Прежде всего, я, я и ты, мы должны искать мира с Богом и правильных отношений, потому что наша греховная плоть, она находится во врожде с Богом, но мы должны искать мира. И как мы можем найти мир с Богом? Только через Иисуса Христа, только Иисус примеряет нас с Богом. Без практики я не пойму, что такое настоящий мир. Друзья, можно много говорить о мире, можно много читать о мире, но вы должны это пережить. Пока вы не переживёте, вы не поймёте, о чём идёт речь. Но когда вы переживёте Божий мир, вы поймёте, что это такое, что Бог даёт и какое-то благословение. Хорошо. Обетование мира помогает нам ещё больше довериться Богу. То есть, когда мы знаем обетование, которое Бог обещает, мы можем нам легче ему доверять. Бог обещает состояние мира даже когда? Даже во время войны, даже во время скорбей, Даже во время сложных обстоятельств Бог обещает нам давать свой мир. Итак, друзья, задай себе вопрос. Прошу вас, задайте себе вопрос. Что сегодня лишает тебя мира? Что сегодня лишает тебя покоя? Как часто ты живёшь в страхе? Когда ты последний раз боялся? Когда ты последний раз о чём-то переживал? Просто задумайся для себя, подумай, как часто тебя посвящает это чувство, такое, знаете, липкое, неприятное, такое противное. Есть ли у меня уверенность в будущем? Что ты знаешь о своём будущем? Переживаешь ли ты за него? Беспокоишься ли ты не упытаешься ли ты себе там накопить всё, что только можно на пенсию, потому что надо же как-то выжить, надо же как-то прожить. Это неизвестно, что там с властями станется, что там произойдёт дальше. Вот что будет. Уверен ты в будущем? Уверенно смотришь? Или ты переживаешь, что у тебя коленки трясутся от страха? Имей ли страх начинать что-то новое? Есть ли у тебя уверенность? Или ты опять-таки боишься? Как ты собираешься избавляться от своих страхов? Есть ли у тебя какое-то решение? Есть ли у тебя какая-то таблетка от твоего страха? Где ты собираешься искать мир? Куда ты собираешься бежать? Куда ты собираешься направлять свои стопы? Ой, друзья, ну, я думаю, это все вопросы на сегодня. Это, в принципе, всё. Мне так нравится эта картинка. Здесь надо какой-то мир, знаете, успокоение она олицетворяет. Спасибо.